Если ты давно подбирал интересный вариант ретро консоли, то модели Datafrog X20 тебя точно заинтересует. Хотя бы потому, что она портативная и в то же время ее без проблем можно подключить телевизору и дополнительно подключить два геймпада. Работает с большим количеством эмуляторов и все это за скромную цену. Но как и должно быть с китайскими консолями, не обошлось без ложки дегтя. Но все же, если ты досмотришь это видео до конца, я практически уверен, что ты захочешь себе именно такую же консоль. Плюс такую же консоль и я разыграю среди подписчиков моего канала. А перед началом видео можешь подписаться на мой канал и также подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую ссылки на товары, на которые есть уже обзоры на канале, товары, которые в пути на обзор и товары, которые меня чем-то ну очень заинтересовали. В общем много всего интересного и необычного, ссылка на телеграм-канал в описании. Ну а теперь переходим к обзору. Вот так выглядит упаковка самой консоли game player x20 doubles. Есть еще модель x20 mini, но она сильно урезана функционально, она урезана по разъемам и также у нее более меньшая диагональ экрана. Консоль доступна с памятью в 4 гигабайта, 8 гигабайт как у меня на 16 гигабайт и также три цветовых варианта исполнения. Это бирюзовый, желтый как у меня и серый. Все цвета очень красивые, на сайте выглядят очень классно и ярко. Диагональ экрана 5,1 дюймов, 20 предустановленных языков, большое количество поддерживаемых эмуляторов, это 8 бит, 16, 32, 64 и 128 бит. Вот здесь китайцы конечно же приукрасили. Возможность подключения двух геймпадов, можно расширить память, карта памяти до 64 гигабайт. Возможность записи звука, воспроизведения музыки, видео, книги. Здесь есть свои нюансы, также возможность открытия картинок, скорость передачи данных USB 2.0 и возможность подключения к телевизору с помощью HDMI выхода. И также можно подключить геймпады по коннектору 2.4 ГГц, но его в комплекте нет. В комплектацию входит естественно консоль, наушники максимально ужасного качества, если к примеру вы захотите посмотреть киношку на консоли, конечно же лучше использовать свои наушники. Кабель microUSB для зарядки и передачи данных на ПК. Англо-китайская инструкция из интересного, консоль заряжается с помощью адаптера 5 вольт 1 ампер. Время зарядки указывается 5-8 часов, но по факту достаточно 4 часов. И также в комплекте адаптер с выходом на мини-USB. Зачем он нужен, я не знаю, так как разъемов мини-USB на самой консоли нет. Свои догадки можете написать в комментариях. Внешний вид консоли, собственно, как и качество сборки достаточно на высоком уровне. Еще мне действительно очень нравится, что она желтенькая. Обычно консоли просто какая-нибудь черная, а именно эта моделька доступна в различных цветовых вариантах. Вот желтая, блин, просто огонь. Значит, по клавишам у нас крестовина. Крестовина немного люфтит, но, собственно, мы играем в ретро-игры, это не столь важно. Клавиши XYAB, они не люфтат, они нормальные. Клавиши Select, Start, клавиша включения-выключения, но она по большей степени отвечает за спящий режим консоли и за выход из различных подменюшек. Также клавиши плюс-минус отвечают за регулировку громкости и стик. Снизу у нас нет ничего. На левой грани также ничего. На правой грани также ничего. Сверху два триггера LR. Разъем microUSB для подключения к ПК для передачи данных. Также этот разъем служит для зарядки консоли и для проводного подключения одного из геймпадов. Далее переключатель ON-OFF, включение-выключение консоли. Разъем mini-HDMI, то есть если вы захотите эту консоль подключить к телевизору, вам необходимо обзавестись дополнительно кабелем с выходами на HDMI и mini-HDMI. Если, к примеру, такого кабеля у вас нет, можно обойтись обычным HDMI кабелем и дополнительно докупить переходничок с mini-HDMI на HDMI. То есть мама у нас HDMI, папа mini-HDMI. Также разъем Type-C для подзарядки консоли и проводного подключения к ПК для передачи данных. Разъем mini-джек для подключения наушников. Отверстие для сброса консоли. Разъем PTF-карту. Напоминаю, что объем поддерживаем до 64 ГБ. У меня сейчас установлено на 8 ГБ. И еще один разъем microUSB для подключения второго геймпада. Заряжать через этот разъем, либо передавать данные на ПК нельзя. Именно USB 2 служит только для подключения второго геймпада. С тыльной стороны решеточка с монодинамиком. Это стартовое меню консоли. Здесь расположились различные игрушки от различных эмуляторов. Эти игры на стартовом меню заменить нельзя. Также у нас индикатор состояния батареи и индикатор того, что у меня установлена карта память. Двигаемся вправо. Здесь основное меню. Сейчас мы к нему вернемся. И также еще раз вправо. То есть третья подменюшка открывается. Здесь опять же расположились игрушки с различных эмуляторов. Заменить их опять же нельзя. Вкладка темы. Это смена темы оформления. Основные клавиши управления это А и Б. Б это да. А это нет. Либо это шаг назад получается. Жмем на Б. Происходит смена темы. Происходит смена темы. Происходит еще. И собственно вот такая тема. Заходим в вкладку в видео. Здесь доступна внутренняя память и карта памяти. Но если я попытаюсь куда-либо зайти. Пишет что файлов не обнаружено. То есть по сути сама эта менюшка видео. Она почему-то не рабочая. То же самое касается вкладки музыка. Заходим в музыку. Файлов нет. Файлов нет. Хотя файлы на самом деле есть. Это один из немногих скажем так косяков прошивки самой консоли. То же самое касается вкладки камера. Заходим сюда. Все пишет что ничего нет. Хотя файлы на самом деле есть. Электронная книга. Заходим сюда. Смысл тот же. Оно файлы никакие не находит. Именно через эту вкладку. Но сразу скажу что в электронной книге поддерживаемый формат это только текст и файлы. Но и то оно их открывает. Текст не видит. То есть запустить файлы fb2 или pdf не получится. То есть по сути нам заявлена возможность чтения книг. Но как бы читать нельзя. Но я сомневаюсь вообще что на этой консоли кто-то будет читать книги. Записи. Здесь мы можем записать запись звука. Настройка. Здесь можем настроить дисплей. Подсветку самого дисплея. Имеется три режима подсветки. Минимальный. Средний. Консоль по умолчанию включается именно с ним. И максимальная яркость. Я пользуюсь максимальной яркостью. Потому что в этом случае картинка максимально соответственно яркая и насыщенная. При максимальной яркости консоль работает два часа. При уменьшении яркости. То есть к примеру на минимальной яркости консоль проработает около трех часов. Также мы можем выключить консоль. Отсортировать файлы. Но это сделать лучше при подключении к ПК. Кстати когда мы подключаем к ПК. Вы можете удалять файлы игры. Закидывать свои. Все что угодно. Сортировать папки. В общем тусить можете абсолютно как угодно. Вкладка словарь. Это по сути поисковая система каких-либо файлов на самой консоли. Но работает она опять же некорректно. А вот игры расположились в двух вкладках. Это браузер и игра. Запускаем игра. Здесь мы можем посмотреть список последних запущенных игр. Список постоянно пополняется. В зависимости от того какие и когда вы игры запускали. Билтингейм. Здесь расположилась первая часть игр. Из двух частей которые предустановлены на самой консоли. Указано количество игр 6490. Но по факту в этой папке 650 оригинальных игр. Далее они просто все повторяются по кругу. Внутренняя память. Здесь еще одни из предустановленных игрушек. Здесь 507 оригинальных игр. И по играм хочу отметить, что здесь установлены игрухи, которые, к примеру, я не помню в своем детстве на тех же консолях Dendy, Nintendo, Super Nintendo. То есть здесь какие-то все оригинальные игрушки. Потому что недавно я скачивал на ПК эмуляторы Super Nintendo, Nintendo. И перебирал игрухи, которые я помню из детства. Много всего почистил. Так вот, на самой консольке X20 много игр, которые я не встречал в списках ретро эмуляторов, которые я качал на ПК. Но это, с одной стороны, хорошо. Потому что здесь будут какие-то оригинальные игрушки. Если чего-то вам не хватает, вы вполне можете докидать сами. Создать папку, закинуть любые абсолютно игры. Кстати, ссылочку на сайт, на котором я качал все игрухи. На котором много различных эмуляторов с играми. Я оставлю также в описании отличный сайт, кто приобретет консольку, кто захочет закидать какими-то ее игрушками. Можете зайти на сайт и скачать оттуда игрушки. В общем, в этой вкладке еще 507 оригинальных игр. Здесь, к примеру, есть Double Dragon, есть, конечно же, Contra, есть, конечно же, Mario. Но, к примеру, отсутствует тот же Battle Tots или Double Dragon плюс Battle Tots, который я помню по детству. Этих игр здесь нет, пришлось закидывать их самому. Директория карты, это должны открыться файлы, которые установлены у меня на самой карте памяти. Но, если я запущу, то именно с этой вкладки ничего, опять же, не показывается. То есть, все фильмы, все игры, они разбросаны по различным подменюшкам и не всегда это можно сразу найти. То есть, по факту, общее меню, как бы оно есть, но оно бесполезное. А всем мы управляем в основном через вкладку браузер, либо игра. Запускаем как раз вот вкладку браузер. Внутренняя память, это память самой консоли. Вкладка Game, это игры, которые также установлены в самой консоли. Я перед этим показывал их здесь 507. К примеру, есть Crash Bandicoot 2. Естественно, это уже из каких-то 16-битных, либо 32-битных GBA. Я не знаю, что это за формат такой. Ну, давайте, к примеру, запустим ее. Как вы видите, игрушка идет без проблем. Нажимаем на клавишу Escape. Здесь мы можем сохранить игру, вернуться в игру, загрузить игру, либо выйти из игры. Папка Games, это папка, которую я создал сам на внутренней памяти консоли. Заходим в нее. Здесь я создал папку музыка и, к примеру, вот так звучит музыка. Динамик монофонический, но для ретро консоли, для 8-биток, 16-биток его более чем достаточно. Папка картинки. Можем запустить картинки. Вообще, скажу так, что для такой консоли здесь достаточно яркий, классный экран. И в нем нет какой-то пиксельности, битости какой-то. Показывает действительно очень хорошо. К сожалению, я снимаю на смартфон. И то, что вижу я, и то, что снял смартфон, это будет, конечно же, отличаться. Тут придется вам поверить на слово. Также мы можем посмотреть какую-либо киношку. К примеру, MP4 и MKV без проблем запускаются. Вот и меру МКВшка на 720p. Либо вот у меня есть сериал Flash в MP4 формате 720p. Видите, не тормозит ничего. Вполне идет нормально. Директория карты. Это файлы, которые я закидал именно уже на карту памяти. И вот здесь начинается самое интересное. Это тестировка всех игр. Gameboy Advance. Не все игры запускаются. Какие-то идут без звука. Какие-то, наоборот, работают нормально. К примеру, Pitfall не запустился. От Asterix у меня работает без звука. А Суперсемейка работает вполне хорошо. У меня, кстати, даже должна быть здесь загрузка. Загружаем процесс. Как вы видите, никаких подвисаний, ничего нет. Именно с этой игрой. То есть, судя по всему, здесь не идеальный эмулятор Gameboy Advance. Потому что, как и сказал, не все игры запускаются. Не все игры работают корректно. Gameboy Color. Здесь абсолютно все игры работают отлично. Gameboy. Здесь также все игрушки работают отлично. Игры Nintendo. Здесь, конечно же, ожидаемо все работает идеально. Хочу обратить внимание еще на такой момент, что в некоторых играх может наблюдаться небольшая задержка в звуке. Ну, с учетом того, что это там 8 битки, 16 битки, это не столь важно. И спустя там пару минут времени вы уже ничего этого не замечаете. Но в плане работы большинство эмуляторов, они работают хорошо. Они не подвисают, они не лагают. А это еще один пример игры на Nintendo. Я просто не мог эту игру не показать. Черепашки-ниндзя. Файтинг. Блин, как я любил в детстве рубиться в эту игру. На тебе. Я играю злым шредером. Nintendo 64. Как было заявлено на упаковке, консоль работает с 64-битными игрушками. Заходим в папку. Консоль даже не видит игры. PS, PSP и PS2. То есть здесь все естественно. PS2 абсолютно не видит файлы. Sonic Rivals это PSP. Пытаемся запустить, но оно не запускается. PSP консоль также не работает. Продавец обманул. Crash Bandicoot это PlayStation 1. Консоль вполне может запускать игры от PlayStation 1. Но во время игры четко ощущается, что есть пропуск кадров. И иногда консоль вполне может даже и зависнуть. Игры от Sega также запускаются без проблем. Но здесь может наблюдаться такой момент, нехватка клавиш. Либо можно назначить клавиши в меню настроек самой консоли. Мы можем в конкретной игре переназначить клавиши, либо запрограммировать какие-то дополнительные. Но сам эмулятор работает вполне хорошо. Игры от Super Nintendo также работают отлично. Никаких тебе подвисаний, зависаний. Все хорошо. Есть два варианта подключения геймпада к консоли. Первый вариант это купить у продавца сразу геймпад с выходом на microUSB. Либо есть у него еще вариант геймпад с коннектором 2,4 ГГц. Коннектор подключаем к консоли, а уже к самому коннектору мы подключаем геймпад. Либо использовать такой вариант, как я. У меня есть дома вот такой вот OTG кабель со входом на USB-A и выходом на microUSB. Подключаю я microUSB кабель к консоли. Далее использую самый обычный кабель microUSB. Его я подключаю к OTG кабелю. И уже сам выход microUSB я подключаю к геймпаду. Как вы можете видеть, на экране консоли появился значок, что я подключил геймпад. И для того, чтобы подключить консоль к телевизору, используем кабель mini HDMI на HDMI, либо как у меня кабель HDMI с вот таким вот дешевым переходником. И вот таким образом выглядит картинка при подключении к телевизору. Как вы можете обратить внимание, картинка немного подрезается справа и сверху, но во время игр этого ничего не заметно. Ну и как вы видите, управляю я уже с помощью геймпада, подключенному к консоли. При желании в настройках консоли вы можете изменить формат экрана с полноэкранного на классический 4 к 3. Обзор получился, конечно, достаточно длинный, но, надеюсь, информативный и у тебя не осталось вопросов, стоит ли покупать тебе эту консоль или нет. Ну а теперь давай подобью я свои итоги. Консоль DataFrog X20 мне понравилась. Из минусов могу отметить, это то, что она работает при максимальной яркости буквально 2 часа, при минимальной 3 часа, а заряжать ее надо около 4 часов. Второй минус, это симпатичное, но достаточно невнятное менюшка, по факту, из которой вы будете пользоваться буквально двумя вкладками, запускать все игрушки, запускать любые там файлы, фильмы и прочее. Кстати, да, работают фильмы, можно послушать музыку. Не знаю, конечно, кто это будет делать на этой консоли, но можно и это хорошо. Работает MP4, работает МКВшки. По игрушкам отлично работают игры 8-битки, 16-битки и некоторые 32-битные игры. Жаль, конечно, что продавец обещал будет работать там PSP и PS2, но когда я покупал эту консоль, я, честно говоря, на это не рассчитывал. Там цена не такая, чтобы прям работали эти игры. Основные, которые мне нужны были, это Nintendo, Super Nintendo, Sega, да, даже PlayStation 1 запускается, работает и вполне можно поиграть. Плюс, все это работает очень хорошо, можно сохраняться, можно настраивать и, несомненный плюс, огромнейший просто плюс именно этой консоли, это то, что ее можно подключать параллельно еще и к телевизору. Да, то есть у нас в руках и портативная консоль, пришли к вам друзья, вы эту консольку подрубили к телевизору, дополнительно закидали сюда два шнурка, подключили свои два геймпада и вы играете компашкой на этой консоли. То есть за более дорогую стоимость на Алиэкспресс можно купить ретро-консоль в классическом форм-факторе, которая просто будет у вас подключаться к телевизору, да, а здесь за меньшую стоимость мы имеем портативную консоль и консоль, которую можем подключать к телевизору и тусить вместе с друзьями. Это, несомненно, класс. И главное, что это действительно неплохо работает. Это отличный наследник ретро-консоли в таком интересном вот форм-факторе и с неплохим качеством. В общем, мне консоль действительно понравилась и ссылка на нее будет в описании. И также ссылка, конечно же, будет и обзорчик, и прочее ссылки. Все будет в телеграм-канале. Ну а теперь, что касательно розыгрыша. Если ты хочешь попытать удачу и выиграть такую консоль, все, что тебе необходимо, это быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий, хотя бы состоящий из четырех слов. Потому что комментарии из разряда участвую, они плохо ранжируются при выборе победителя. И ровно через месяц с момента выхода этого видео с помощью сайта рандомайзера я определю победителя. И на имя победителя я закажу консоль любого цвета, которую он выберет. Так что все в твоих руках. Ну а я на этом прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok